Во все времена были женщины, которые, как и мужчины, мечтали о власти. Только прежде роль и положение женщины практически полностью зависело от мужчины, который ее любил. И чтобы завоевать все положения в обществе, нужно было завоевать мужчину. И не стоит думать, что это легче, чем завоевать целое государство. Итак, мы продолжаем рассказ о роковых женщинах прошлого. Сегодня это Ева Браун, единственная женщина, на которой Адольф Гитлер пожелал жениться. Она обожала сниматься, одетая и раздетая. Она была эксгибиционисткой. Ей хотелось, чтобы ее видели миллионы. Она жаждала поклонения и восторга. Она флиртовала с камерой. Объектив заменил ей толпы, которые должны были ее восторженно приветствовать. 14 лет она была любовницей Адольфа Гитлера, но Фюрер так успешно скрывал ее от чужих глаз, что даже в собственном его окружении мало кто понимал ее истинную роль. Для всей страны ее существование было секретным. Иностранные разведки считали ее всего лишь одной из секретарш Гитлера. Она часами рассматривала свои снимки. Наверное, эти фотографии были единственными доказательствами реальности ее существования. Особенно часто она фотографировалась накануне дня рождения фюрера. Но что она могла подарить человеку, которому принадлежала вся страна? Она дарила себя. Вновь и вновь. Она обычно фотографировалась в белом, словно подвенеченном платье. Это был осознанный или неосознанный намек. 15 лет она мечтала стать замужней дамой. Получить право именоваться фрау Гитлером. Ее мечта сбудется. Она станет фрау Гитлером. За 36 часов до смерти. Мюнхенский фотограф Генрих Гоффман одним из первых оценил будущее Адольфа Гитлера. Вступил в партию и получил монопольное право снимать фюрера. Гоффман понял, чего желает Гитлер, и снимал его исключительно в героических позах. За 20 лет Гоффман сделал 2,5 миллиона фотографий Гитлера. Открытки с его портретами расходились огромными тиражами. Через 10 лет Гоффман уже был миллионером. Еще через 10 лет мультимиллионером. Его дом в пригороде Мюнхена стал желанным прибежищем для фюрера, где Гитлер мог расслабиться. Гитлер проводил у Гоффмана так много времени, что вилла фотографа могла считаться его вторым домом. В хорошую погоду в саду пили кофе с пирожными. Если было тепло, Гитлер сбрасывал пиджак и располагался на траве. В студии Гоффмана в октябре 29-го Гитлер и приметил неопытную девушку со свежим и хорошеньким личиком. Ее звали Ева Браун. Закончив школу, Ева объявила родителям, что намерена сама зарабатывать себе на жизнь. Отец отправил ее на курсы машинисток-стенографисток, потом предложил попробовать себя в роли медсестры. Ни то, ни другое ей не понравилось. Она выбрала магазин-студию Гоффмана. Ева мечтала об артистической карьере. Хотела сниматься в кино, на худой конец стать фотографом. В студии-магазине Гоффмана ей пришлось стоять за кассой, заполнять квитанции, проявлять пленки и печатать снимки. Она проработала всего пару недель, когда вечером в магазине появился Гитлер. Он приехал прямо из Центрального комитета партии, чтобы посмотреть новую серию снимков. Он лично отбирал каждый кадр, который появится в печати. Он был очень придирчив к своим снимкам. Он ненавидел свой мясистый нос с большими ноздрями, поэтому отпустил знаменитые усики, которые казались нелепыми, но маскировали доставлявшие ему столько неприятностей нос. Ева Браун вспоминала. «Я задержалась на работе, чтобы заполнить какие-то бумаги. Я полезла наверх, чтобы добраться до папок, которые хранились на самом верху. В этот момент хозяин вернулся человеком неопределенного возраста, со смешными усиками, в плаще английского фасона, и в руке он держал шляпу». В начале своей политической карьеры Гитлер предпочитал плащи с поясом, какие в фильмах 20-х годов носили частные детективы. Еве Браун он представился как Герр Вольф, господин Волк. Он любил окружать себя аурой таинственности и называл не свое имя, а партийной псевдоним. «Они оба расположились на диване напротив меня. Я заметила, что этот человек разглядывает мои ноги. Именно в тот день я основательно подкоротила юбку». Когда девушка спустилась вниз, Гоффман отправил ее за сосисками и пивом, потом пригласил присоединиться к ним за столом. 17-летней девушке гость показался пожилым человеком. Гитлеру уже исполнилось ссора. «Я была ужасно голодна. Я проглотила свою порцию сосисок и отхлебнула пиво. Пожилой господин говорил мне комплименты. Мы говорили о музыке, и он просто не сводил с меня глаз. Поскольку уже было поздно, я заспешила. Я отказалась от его предложения подвезти меня на своем Мерседесе, представив себе, какой была бы реакция папы». Провожая Еву Браун, Генрих Гоффман удивленно спросил девушку. «Неужели ты его не узнала? Ты что, никогда не рассматривала фотографии, которые мы продаем?» Ева Браун не интересовалась политикой и не будет ей интересоваться, даже когда станет любовницей фюрера Великогерманского рейха. Но она увидела в Гитлере мужчину, способного изменить ее жизнь. «Когда он вновь появился в студии Гоффмана, я положила ему в карман плаща записку. «Мне так жаль, что вы столь печальная, Ева». Она действовала бездевичьей застенчивостью и оказалась крайне изобретательна в своих попытках приблизиться к нему. Поняла, что нужно брать инициативу в свои руки, откровенно писала Гитлеру. «После первой же нашей встречи я поклялась следовать за тобой повсюду. Я живу только ради твоей любви». Женщины оценивали Гитлера по-разному. Одни говорили, что вообще не воспринимают его как мужчину, потому что от него не исходит никакой сексуальной энергии. «А вот старшая сестра Евы Браун Ильза была им заворожена. Когда он на меня смотрит, у меня пот катится по груди». Власть и популярность делают мужчину привлекательным вне зависимости от наличия у него мужских достоинств. Что же удивляться, если юная Ева Браун увлеклась мужчиной много старше себя с положением и достатком. Она мечтала вырваться из родительского дома и начать новую самостоятельную жизнь. С самого начала Гитлер дал понять, что не в состоянии проводить с ней много времени. Он не может позволить себе ни жениться, ни стать жертвой скандала из-за внебрачной связи. Как лидер партии он обязан быть образцом высокоморального поведения. А Ева Браун методично осаждала эту крепость. Она старалась стать женщиной, которую бы он считал идеальной. Она понимала, что потребуется время, но ей было всего 18, вся жизнь впереди. Ева была уверена, что сумеет его покорить, и он в нее влюбится. Гитлер сказал, что он закоренелый холостяк, но и у него есть своя ахиллесовая пята. Вот увидите, он на мне женится. Отношения с женщинами складывались у Гитлера очень сложно. В армии он чуть ли не единственный, не получал писем от женщин и уклонялся от откровенных солдатских разговоров. Когда к нему приставали с расспросами, говорил, что в оккупированном Брюсселе ходил в публичный дом и что у него есть фотография, запечатлевшая его подвиги. Фотографию никто не видел. Те, кто знал его в юности, утверждали, что он женоненавистник. При этом фюрер любил самодовольно рассказывать о своих успехах у женщин. А случай в Брауншвейге? Как я потом корил себя. Светловолосая девушка подбежала к машине и преподнесла мне букет. Никому даже в голову не пришло спросить у девушки адрес, чтобы я мог послать ей благодарственное письмо. Светловолосая, высокая и очаровательная. Но, как всегда, вокруг толпа. Да еще спешка. До сих пор жалею. Популярность – это сплошные мучения, и я просто проклинаю ее. Навестить даму в Мюнхене или вообще побывать где-нибудь с частным визитом совершенно невозможно. Уже за час у дверей дома торчат 12 полицейских, а затем постепенно собирается толпа. Но дон Жоан из него не получилось. Ему льстил общество красивых женщин, но он не терпел, если они вмешивались в политические разговоры. На первом же общем собрании Национально-социалистической немецкой рабочей партии в январе 21-го он поставил условие, что ни одна женщина никогда не войдет в состав руководящих органов партии. Женщин принимали в партию, но никогда не выдвигали кандидатами на выборах и не назначали на важные должности. Гитлер вообще не выносил умных женщин. Тем более не терпел, когда они с ним спорили. Он предпочитал простушек, которые веселятся и не задумываются о серьезных делах. Однажды в присутствии имперского министра вооружения Альберта Шпейра Гитлер сказал. Люди с развитым интеллектом должны выбирать себе примитивных и глупых женщин. Что было бы, если бы у меня сейчас была женщина, которая вникала бы в мои дела? Нет, в свободное время я хочу покоя. Герман Герен пытался познакомить фюрера с разными молодыми женщинами, но Гитлер ими не заинтересовался. Рядом с ним удержалась только Ева Браун. Фюрер предпочитал женщин значительно моложе себя. Нет ничего прекраснее, чем воспитывать юное существо. Девушка в 18-20 лет податлива, как воск. Мужчина должен уметь наложить на любую девушку отпечаток своей личности. Женщина только этого и хочет. Ева Брауна была воском, из которого Гитлер лепил то, что он хотел видеть. Кроме того, она была такой простой и понятной. Баварские манеры, мюнхенский акцент, все это было так близко Гитлеру, хотя он родился и вырос в соседней Австрии. Она была хорошенькой, хотя и не красавицей, она была очень живой. От нее не надо было ожидать никаких неприятностей. Она желала только угождать Гитлеру. Тем не менее, он говорил ей, как и всем остальным женщинам, замужество исключено. В 30-е годы немецкие женщины верили, что фюрер одинок, потому что посвятил жизнь Германии. Он ждет меня, думали немки. Слушая фюрера, они погружались в мир эротических фантазий. И Гитлер не хотел огорчать их всех, выбрав одну в жены. Гитлер следил за тем, чтобы их с Евой не видели вместе. На людях они не садились рядом. Если по случайности оказывались на фотоснимке вместе, ставился штамп не для печати, и ни одна немецкая газета не могла нарушить этот запрет. Десятки тысяч немок писали Гитлеру любовные письма. Некоторые послания были на редкость откровенные. Тысячи осаждали его дом. Обезумевшие женщины в толпе кричали «Мой фюрер, я хочу ребенка от вас!» Они пытались прорваться через посты охраны, чтобы дотронуться до него. Надо полагать, они были бы сильно разочарованы, если бы каким-то чудом оказались с ним в постели. Существует множество версий относительно сексуальных пристрастий Гитлера. Каждый автор толкует немногие известные факты на свой лад. Но историки и врачи сходятся в том, что сексуальные интересы и, что важнее, возможности фюрера были невелики. Многие годы он вообще обходился без женщин. Но если кто-то вызывал у него желание, то это были очень юные девушки, вдвое его моложе. Двадцатилетние его уже не интересовали. Как и его отец, Адольф предпочитал юных девственниц, неискушенных, неопытных и не представляющих опасностей. Возможно, Ева потеряла свою невинность через два года после их первой встречи, если вообще у них были интимные отношения. Конечно, юное и красивое тело возбуждает немолодых мужчин. Во всяком случае, на время их встреч наедине Гитлер отправлял свою служанку в театр. Но если у него и были интимные отношения с ними, едва ли он был хорошим любовником, способным доставить женщине удовольствие. Слишком презрительно он говорил о женщинах. Ходили слухи, что Ева забеременела и то ли родила тайно, то ли сделала аборт. Сохранилось огромное количество ее снимков. Гордившаяся своим телом, она часто фотографировалась в купальном костюме. Исследователи изучали эти снимки с лупой в руках. Никаких признаков беременности. Так что историю о тайной беременности в небрачном ребенке Гитлера можно забыть. Возможно, Ева Браун пользовалась существовавшими тогда контрацептивными средствами. Возможно, она была бесплодна. Возможно, бесплоден был Гитлер, если вообще между ними что-то происходило. Сестрам Ева Браун говорила, что сексуальная жизнь у них протекает нормально. Но близкой подруге созналась. Я ничего не получаю от него, как от мужчины. Многие историки утверждают, что Гитлер с юности страдал импотенцией и опасался неудачи в постели. Его личный врач Теодор Моррель утверждал после войны, что Ева Браун просила дать фюреру что-нибудь, что укрепило бы его силы в постели. Но Виагра тогда еще не существовала. Гитлер хладнокровно сказал Еве Браун, что если ей нужно, она может завести любовника. В 1943 году она поделилась с министром вооружения и боеприпасов Альбертом Шпеером. Гитлер сказал мне, что слишком устал и слишком занят, поэтому больше не в состоянии удовлетворять меня как женщина. Секретарь Гитлера Кристо Шрёдер, которая проработала с фюрером 15 лет и сопровождала его во всех поездках, считала, что между ним и Евой Браун вообще не было интимных отношений. Он держал рядом с собой женщину, чтобы доказывать себе и своему окружению собственную мужскую полноценность. Но у Адольфа Гитлера была другая, не менее веская причина избегать молодых женщин, желавших замужества. Он опасался, что у него могут быть больные дети. Фюрер, помешанный на Евгенике и расовой теории, подозревал, что несет в себе опасные гены. Сразу после прихода к власти нацисты провели через Рейхстаг закон о предотвращении потомства с нездоровой наследственностью. Закон требовал насильственной стерилизации тех, кто страдал наследственными заболеваниями. В основном оказалось душевных болезней. Через несколько лет этих людей стали умершлять. В соответствии с этим законом в октябре 1940-го была умершлена женщина по имени Алаизия Фейт. Ей было 49 лет, она жила в районе города Линца, страдала от депрессии и шизофрении. Выяснилось, что она была дальней родственницей Гитлера по отцовской линии. Историки и биологи обнаруживали в семействе Шикольгруберов несколько человек, страдавших серьезными психическими отклонениями. Гитлер смертельно боялся, что его потомство окажется неполноценным, и это перечеркнет его расовую теорию. Ее мать Фанни Браун была уверена, что роман долго не продлится. Она бросит его, как только встретит более молодого человека. Но мать плохо знала свою дочь. Добиваясь власти, Гитлер перебрался в Берлин. Ева Браун осталась в Мюнхене. Она ощущала себя брошенной и впала в депрессию. Отчаяние привело ее к попытке самоубийства. Ева пыталась покончить с собой в наивной надежде таким образом привлечь все внимание Гитлера. Это был крик о помощи. Ночью 1 ноября 1932 года Ева Браун пыталась покончить с собой. Семья ушла в гости. Она осталась одна в доме. Возможно, надеялась, что Гитлер позвонит. Он не позвонил. Она ждала до полуночи. Это час, когда дьявол встречается со своими ведьмами. Она взяла отцовский пистолет, оставшийся со времен Первой мировой. Он хранил его в тумбочке у кровати и выстрелила себе в шею. Она не попала в артерию. Это ее спасло. Ее обнаружила старшая сестра Ильза, которая вернулась домой первой. Она вызвала врача. Тот отвез девушку в больницу. Это было настоящее самоубийство. Не инсценировка. Стреляя в шею, трудно рассчитывать, что останешься живым. Гитлер примчался к ней с большим букетом цветов. Такая сила чувств льстила его самолюбие. Уж не первая девушка стреляется из-за него. Но он все равно продолжал пренебрегать Еву. Предпочитал проводить время не в женском обществе, а в тесной мужской компании. Она это знала и сильно переживала. 1 апреля 35-го Ева Браун записала в дневнике. Я только что отправила ему важное письмо. Вопрос, придает ли он значение нашим отношениям. Увидим. Если я не получу ответа до вечера, я проглочу 25 таблеток и проснусь в другом мире. Она напрасно ожидает ответа от фюрера. Ее настроение портится. Она вся на нервах. Боже, боюсь, он не ответит мне сегодня. Если бы кто-то мог мне помочь. Я в такой депрессии. И она опять осталась одна в квартире. Вполне вероятно, она сама отправила родителей и сестер развлекаться, чтобы отдаться переживанию. Возможно, мое письмо попало ему в руки в самый неподходящий момент. Возможно, мне вообще не следовало его писать. Я уже приняла решение. Приму 35 таблеток снотворного. И это уже окончательное решение. Ах, если бы он хотя бы велел кому-нибудь мне позвонить. Время идет. От Гитлера никакого сигнала, хотя он в Мюнхене. Не дождавшись звонка, она проглотила 20 таблеток успокаивающего средства ванадор. Но сестра Ильзы опять обнаружила ее, на сей раз без сознания. Конечно, 20 таблеток успокоительного средства это не 35 таблеток веронала, сильного снотворного, который она первоначально собиралась проглотить. Но все-таки Ева Браун понимала, что может не проснуться. Вторая попытка самоубийства заставила его поставить их отношения на определенную основу. Он оценил ее преданность. В будущем я должен больше о ней беспокоиться. Гитлер взял Еву Браун с собой в свою новую альпийскую резиденцию. Здесь начался расцвет их отношений. Баварский городок Берхтесгаден находился у горы Обер-Зальцберг на германо-австрийской границе. Обер-Зальцберг небольшая альпийская деревня стал модным курортом, где отдыхали композитор Йоханнес Брамс и основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд. Когда Гитлер приехал в Обер-Зальцберг, он был потрясен красотой пейзажей. Он верил в живительный горный воздух. Поселок на горе Обер-Зальцберг превратился в неофициальную столицу Германии. Окружение Гитлера получило здесь новые дома, рядом обосновалось прислугой и обслуживающий персонал. В распоряжении Гитлера были добрых 30 комнат и огромных размеров кабинет. Ева Браун первоначально разместилась в домике вместе с его секретарями. Она стала его компаньонкой в часы отдыха. Он скрывал ее от всех, кроме самых близких подручных. Конечно, для нее это было унизительно и болезненно. В глазах всех она была никто и никому не имела права рассказывать о своих отношениях с Гитлером. Ева Браун стала женщиной, чье имя никогда не произносилось. Она словно не существовала. Только на фотографиях Генриха Хоффмана Гитлера это сама энергия. В реальности он был страшно ленив, манкировал своими обязанностями и только думал о том, как бы сбежать в Оберзасберг, где можно ничего не делать. И там ему нужна была молодая веселая женщина, которая бы его радостно встречала. Он не нуждался в умной собеседнице. Ему нужна была женщина, способная создать уют и помочь ему расслабиться. Конечно, ему нравилась репутация мужчины, перед которым не устояла бы ни одна женщина, пожелая им только завести роман. И он пытался соответствовать этому образу. Целал ручки, пожимал коленки, обнимал дам, разыгрывал пылкого любовника, который восстанавливает только его особое положение в государстве. На самом деле все это была имитация страсти. Только Ева поняла, что ничего этого ему не нужно. Ни умных женщин, ни красивых, ни страстных, ни опытных в любви. Ему нужен покой, комфорт, уют. Гемют легкает, как говорят немцы. А также хорошо знакомые люди вокруг, которые ничего от него не требуют и довольствуются его обществом. Ему нужны привычные шутки и пирожные. Вот это и дала ему Ева Браун. Она постоянно занималась собой, чтобы ее тело было идеальным. Гитлер должен получать лучшие. Она плавала, каталась на лыжах и коньках. Очень заботилась о своей внешности. Дважды не появлялась перед Гитлером в одном и том же платье, экспериментировала с прической. Шляпы, сумочки и обувь ей шили во Флоренции. Она носила только шелковое белье ручной работы. Платье она шила в Берлине. За эти годы ей шили сотни платьев, блузок и жакетов, в том числе меховых. Она внимательно следила за современной модой и требовала, чтобы ее портные шили по новым раскройкам. Для ее одежды потребовалась отдельная комната. Гитлер велел Мартину Борману оплачивать ее счета. По практическим соображениям, особенно когда во время войны ввели обязательную трудовую повинность, она так и оставалась в штате в студии магазина Генриха Гоффмана, хотя появлялась там редко. Борман платил ей 450 марок в месяц зарплату, которую она получала у Гоффмана. У нее были любимые вещи, например, пальто, сшитое в военном стиле с восемью пуговицами. Ей нравилось это пальто, потому что оно походило на такое же, которое носил Гитлер. Чтобы сделать ему приятное, она носила баварскую национальную одежду с обязательной белой блузкой. Надев новую вещь несколько раз, она отдавала ее родственникам или кому-то из прислуги. Она так часто переодевалась, чтобы занять время. Она часами загорала, плавала, занималась гимнастикой, гуляла с собаками, собирала цветы и все равно томилась от скуки. Дочь фотографа Генриха Гоффмана Хенни фон Ширах вспоминала. Еву раздражала и разочаровывала жизнь в роли незаметной любовницы. В военные годы у нее часто бывало плохое настроение, потому что Гитлер уделял ей слишком мало внимания. Она могла бы учиться, у нее были все возможности получить образование, но она просто сидела и ждала. Внешне она выглядела великолепно. Постоянно переодевалась, следила за прической. Собственно, это все, чего Гитлер хотел. Она получила то, что хотела, но это оказалось не то, что она ожидала. В Оберзайсберг привозили важных иностранных гостей. При их появлении Ева скрывалась. Гитлер прятал ее от иностранцев и ей было запрещено показываться на люди. Ей одной, что было достаточно болезненно. Когда положение Евы Браун стало более или менее очевидным, Гитлер распорядился, чтобы прислуга называла ее Шефен, то есть госпожа-начальница или даже Гнеди Гафрау, то есть достопочтенная госпожа. Но для остального мира Евы Браун все равно как бы не существовало. И имя не значилось в телефонном справочнике, комната, в которой она жила, именовалась комнатой для гостей. Новичкам, когда они осведомлялись, а кто эта женщина, говорили, Евы Браун жила в окружении слуг, адъютантов и жен высших чиновников Рейха, которые ее тихо ненавидели. Тон задавали жены Геринга и Геббельса. Садовник приносил дамам свежие цветы. Эмма Геринг гордилась тем, что ей цветы приносят каждый день, а Еве Браун через день. Ева не стала первой леди Третьего Рейха, да и не мечтала о такой роли. Политика ее совсем не интересовала. Когда Гитлеру на официальных мероприятиях дама, он приглашал Магду Геббельс. Личный шофер Гитлера Эрих Кемка вспоминал, что после 32-го года ни одна другая женщина, кроме Евы Браун, не садилась в автомобиль фюрера. Тем не менее, по его мнению, она была самой несчастной женщиной в Германии. Один ее родственник сравнил ее с домашним животным, которое держит для забавы на длинном поводке. Если бы ей было на 10 лет старше, она, может быть, смирилась бы со своей ролью. Но она была еще слишком молода. Чем же ей заняться? Крутиться перед зеркалом в компании сестры Гретель, раскладывать фотографии в альбомы. А когда Гитлер приезжал, ее жизнь обретала смысл. И со временем Гитлер оценил, что у этой женщины нет никаких иных желаний, кроме как ублажать его. Она всегда была в хорошем настроении, она ему улыбалась, она готова была его слушать до бесконечности. А он ведь повторял одни и те же истории своей юности. О том, каким он был одиноким, как его никто не понимал и как он разрабатывал свои теории, которые должны изменить весь мир. Он приезжал примерно раз в месяц расслабиться и отдохнуть. Она ждала его каждый день. Он никогда заранее не сообщал, когда приедет. В принципе, не любил раскрывать свои планы и к тому же считал, что внезапность перемещений позволяет ему спасаться от покушения на его жизнь. Гитлер вставал очень поздно. Все приспосабливались к его расписанию, поэтому утром было тихо и спокойно. Только Борман вставал рано и сидел в своем кабинете с 7 утра. Жизнь закипала после полудня, когда Гитлер пробуждался. На обед Гитлер предпочитал густой гороховый или чучевичный суп, картофель в мундире, зеленый салат, сардины в масле. После нападения на Россию с удовольствием ел икру, намазанную на разрезанные пополам яйца. Когда он случайно услышал, сколько стоит икра, демонстративно запретил ее подавать на стол. После обеда Гитлер и Ева либо удалялись отдохнуть, либо в небольшой компании отправлялись пить кофе в чайный домик. Прогулка занимала минут 20. Это был единственный момент, когда Гитлер совершал какой-то мацион. Ужин мог начаться и в полночь, в зависимости от того, когда завершатся его деловые встречи. Подавали холодное мясо с салатом, жареный картофель с мясом или яйцами, макароны с томатным соусом и сыром. Гитлер ел много и быстро, поэтому прибавлял в весе. После ужина смотрели кино. Картину выбирали Ева и Гитлер. Они предпочитали не только немецкие, но и британские и американские новинки. Военная цензура на них не распространялась. Во время войны Гитлер сбегал в свое альпийское убежище, чтобы прийти в себя. Он быстро старел и буквально разваливался. Ева Браун считала, что его неправильно лечат, что за ним плохо ухаживают. За этим стояла вот «если бы я была рядом с фюрером». Тем временем в ее собственной семье произошли большие перемены. Ее младшая сестра Гретель вышла замуж за группу фюрера СС Германа Фегеляйна, представителя Гиммлера приставки фюрера. Фегеляйн служил в кавалерийских частях СС и репутация у него была самая гнусная. Он сражался на Восточном фронте против нашей страны. За карательные акции против партизан получил высшие награды рейха. Рыцарский крест, а потом и дубовые листья к рыцарскому кресту. Гретель Браун считала, что делает хорошую партию. Молодой уже генерал, видный мужчина, даже красивый. За ним бегали многие женщины. Он же решил жениться на ней, чтобы делать карьеру. Возможно, это было очевидно всем, кроме самой Гретли. Ева порадовалась тому, что у нее появился родственник, с которым она теперь может танцевать. Она обожала танцы, предпочитала танго, танцевала очень чувственно. Но Гитлер не мог быть ее партнером. Но Ева тут же позавидовала сестре. Она стала замужней женщиной, обрела желанный и уважаемый статус. А Ева так и оставалась всего лишь любовницей. Ева шутила, теперь я своячница Германа Фегеляйна. Наконец-то я хоть кто-то. Зима 1945-го выдалась тяжелой уже и для немцев тоже. Пожалуй, в Третьем рейхе с прежней эффективностью работали только концлагеря. В марте 1945-го Ева Браун приехала в Берлин. Последние семь недель они провели вместе. В окружении Гитлера только Ева Браун пребывала в хорошем настроении. Возможно, она была рада тому, что наконец обрела полные права на Гитлера, который уже сильно зависел от нее. И она перестала думать о соперницах, которые все исчезли. Гитлер жил на лекарствах своего врача. По свидетельству доктора Тео Морреля, которого после войны повесят, Гитлер принимал 28 различных препаратов. Клизмы он делал себе сам. Говорили, что ему нравится этот процесс, потому что он поклонник анального секса. Скорее, он не хотел представать перед чужими людьми без одежды, стеснялся своих физических недостатков. Гитлер никогда не раздевался на людях и не плавал. От постоянной бессонницы Гитлер спал 2-3 часа, не спасали самые сильнодействующие снотворные. От прогулок он категорически отказывался, потому что боялся террористов и инфекций. Он привык к маленьким и душным комнатам своего бункера и боялся выйти на свежий воздух. В результате ночь у него превращалась в день, а день в ночь. Оставшись вдвоем с Евой, они бесконечно фантазировали. Говорили о том, как после войны поселятся в австрийском городке Линце, в котором Гитлер вырос. Война сделала Сталина реалистом, а Гитлер напротив остался в мире своих фантазий. Он ничему не учился. Даже поражения не заставили его поумнеть. А Ева продолжала мечтать о том, как она снимется в главной роли в фильме, посвященном ей самой. Понимала ли она, что такое смерть? Трудно сказать. Ева не испытала ничего из того, что выпало на долю остальных немок. Ее семья была в безопасности и достатке. Из ее друзей погиб всего один человек при бомбардировке союзниками Мюнхена. Она в определенном смысле сильно отстала в развитии. Отгороженная от внешнего мира, она мало что понимала, да собственно и не хотела понимать. Ева Браун жила в выдуманном мире. Если реальность казалась ей неприглядной, она ее просто не воспринимала. Известно, что женщина может полюбить любого негодяя, преступника, монстра, серийного убийцу. Ева Браун любила Гитлера. Другое дело, понимала ли она, кого она любит, что это за человек, что он творит. Многие немцы после войны станут говорить, что они ничего не знали о нацистских преступлениях. Они не могли не знать. А Ева Браун просто не хотела знать. Она не читала газет и не слушала радио. 18 апреля 45-го она писала сестре. Только подумай, портниха заломила 30 марок за мою голубую блузку. Она с ума сошла. Как она может требовать 30 марок за такую простую работу? Берлин бомбили и обстреливали. Подниматься наверх стало смертельно опасно. Жили и спали в этом каменном мешке. В бункере под имперской канцелярией был свой телефонный коммутатор, электростанция, собственная система водоснабжения, воздух пропускали через специальные фильтры. В бункере жили значительно лучше, чем остальные берлинцы, оставшиеся без света, воды, пищи, тепла. Тем не менее отчаяние распространилось по бункеру. Люди перестали мыться и постоянно напивались. Только Гитлер, Ева и еще несколько высших офицеров имели слуг и свои ванные комнаты, поэтому могли привести себя в порядок, помыться и выглядели прилично. Система вентиляции не справлялась и воздух пропитался густым запахом пота. 19 апреля Ева Брау написала одной из своих родственниц. «Вчера я звонила Гретли, вероятно, в последний раз. С сегодняшнего дня нет надежды до кого-то дозвониться, но я абсолютно уверена в том, что в конце концов все будет хорошо и он необычно оптимистичен. Я жду от тебя подробного письма в самом ближайшем времени. Я, как всегда, тороплюсь, поэтому пишу коротко». Все вокруг погрузились в тяжелую депрессию. Ева сохраняла оптимизм. 20 апреля отмечали день рождения Гитлера. В Германии придают большое значение дням рождения. Гитлера начали поздравлять с полуночи. Поздравления запивали с шампанским и заедали с икрой. Повара в бункере испытывали трудности со свежими овощами, яйцами, молоком, зато полно было деликатесов. Гитлер отправился спать только в 5 утра и встал только в 2 дня, позже обычного. Он поднялся в сад при имперской канцелярии, чтобы наградить бойцов Гитлер-Югенда. Его в последний раз снимали. Он все еще не решил бежать или остаться. Остальные бежали, как только он им разрешил. Втайне-то он надеялся, что они останутся, но практически все исчезли. Только с Евой Браун творилось что-то невообразимое. Она желала продолжения праздника. Она захотела устроить танцы. Притащили граммофон и поставили пластинку. Пили шампанское и смеялись. В бункере сохранились большие запасы отличных вин и коньяка. 23 апреля Еву Браун написала письмо беременной Гретли. Я прошу Я прошу тебя уничтожь все мои личные письма, особенно те, где речь идет о деньгах. Я не хочу, чтобы нашли счета моей портнихи. Что касается писем фюрера ко мне и черновики моих ответов в голубой кожаной папке, то запакуй их понадежнее и закопай. Посылаю тебе немного еды и сигарет. Сигареты для папы, шоколад для мамы. Говорят, что ситуация меняется к лучшему. Я только что говорила с фюрером. Он сегодня настроен более оптимистично, чем вчера. Мои золотые часы я отдала ремонтировать. Посылаю тебе адрес часовых дел мастера. Это унтершарфюрер СС Штегеман из лагеря Араньенбург. Гитлер боялся, что принесенный Генрихом Гиммлером яд может быть старым и не гарантирует быструю смерть. Он приказал проверить его на своей любимой овчарке Блонди. Собаку заманили в туалет, раскрыли ей пасть сунули туда ампулу с ядом и раздавили щипцами. Минуту спустя зашел Гитлер и безучастно посмотрел на труп собаки. Стоя одной ногой в могиле, Адольф Гитлер неожиданно решил вознаградить его Браун за ее не слишком веселую жизнь. Он захотел узаконить их отношения и устроил в бункере свадьбу. Йозеф Геббельс, как первый секретарь горкома партии, отыскал в разрушенном городе муниципального советника Вальтера Вагнера, который зарегистрировал брак. Жених и невеста в соответствии с законами Третьего Рейха поклялись, что имеют арийское происхождение и не страдают наследственными заболеваниями. Расписываясь, Ева вывела по привычке первую букву своей девичьей фамилии Б, потом зачеркнула ее и написала вожделенные слова Ева Гитлер. Но это было совсем не то, чего многие годы ждала Ева Браун. Ни музыки, ни счастливых родителей, ни друзей с подарками и цветами. Поздравить молодоженов пришли только секретарши Гитлера, несколько адъютантов и его кухарка, которая готовила фюреру, диетические блюда. Все хотели немножко расслабиться и выпить. Даже Гитлер отхлебнул немного такайского вина. После свадьбы молодожены покончили с собой. Когда вошли в их комнату, увидели, что Гитлер застрелился, его лицо было залито кровью. Ева Браун предпочла отравиться. Ампула из пацианистого калия валялась на полу. Ампула была очень похожа на футляр для губной помады. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok